Здравствуйте, Дарьяна! Дорогие телезрители, до Нового года остались считанные дни. И наш сегодняшний эфир будет посвящен подготовке к этому чудесному празднику, который ждут все взрослые и дети. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Давайте начнем! Именно под Новый год так хочется сотворить чудо своими руками. И нам сегодня в этом поможет наша мастерица Елена Ким со своими ученицами Алисой и Элли Рассовскими. Девочки, проходите в студию. Добрый день. Какие вы сегодня красивые. Я вот до эфира смеялась, что мне тоже надо было надеть красный костюм. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю тебя с наступающим презентом. Спасибо большое. Поздравляю вас наступающего Нового года. Как мило. Сегодня я пришла не одна, пришла с своими ученицами. Девочки, представьтесь. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Эля, а мою сестру зовут Алиса. Очень приятно. Спасибо большое, что вы ко мне сегодня пришли. И что же мы будем сегодня с вами делать? Сегодня мы будем украшать наш дом и делать скандинавских домиков. Или по-другому их еще называют рождественские. Гномики. Как здорово. Давайте начнем? Давайте. Пойдемте к нашей стойке. Так. И вижу, у нас очень много материалов. Да. Давайте расскажем, что понадобится. Вот так будут выглядеть наши гномики. Ух ты. Они такие забавные за счет того, что у них не видно глазок. Шапочки им великоваты. И они такие миленькие. И очень будет красиво смотреться у вас дома. Либо же вы можете их подарить кому-то на подарок. Отлично. Так. Для того, чтобы сделать таких замечательных гномиков, нам понадобится флиц, фетр, клей-пистолет, различные украшения для декора. Также нашего гномика мы будем наполнять специальным наполнителем, холофайбером. Но внизу мы насыпем, можно любую крупу. Я выбрала чечевицу, так как она... Это чтобы они так сильно не шевелились, да? Да, чтобы он был устойчивый. Хорошо. Совершенно верно. А вот в какой стране принято делать таких гномиков? Ну, не знаю. Вот это все у нас за рубежа, конечно, пришло. Вот эти все традиции. Так что они у нас потихонечку приживаются. Для того, чтобы сделать гномика, нам нужно две детальки вот такие вырезать. Это шапочки. Это как бы сам гномик. А, это сам гномик. А это его нос. Нет, это его гном. Это подставка. Да, подставка. Нам нужно будет вот эти детали сложить на ткань. Ткань мы сложим пополам. И снизу вот этот круг нам нужно иголочками зафиксировать. И затем сшить это все на машинке. На машинке мы все это прошиваем. Так, можно посмотреть точный размер? Так, смотрите, вот у вас здесь внизу должно быть 15 сантиметров. Да. Но на 3 сантиметра меньше. Но на 3 сантиметра меньше. И тогда у вас все ровно встанет по размеру, как нужно. И девочки мне сегодня помогут. Элли у меня будет наполнять холофайбером нашу заготовочку гномика. А Алиса у меня будет вырезать для гномика бороду. Алиса, приступай. Элли, наполняй холофайбером. А пока я дальше продолжу. Вот в зависимости от того, какой материал, такая и будет шапочка. Если это фетр твердый, то шапочка будет вот так колпачком стоять. Если это флис, то шапочка будет мягенькая. Ее можно будет вот так вот приспустить. И она будет вот так свисать. Снизу, то есть сверху нашего колпачка, нам нужно будет поместить вот такой вот бубенчик. Бубенчик. Мы используем клей-пистолет. Сначала давайте мы приклеим нашу шапочку. Я покажу, как я вырезала заготовочку для нее. То есть вот такая вот заготовочка. Вот я вижу то, что вот девочкам очень нравится этот процесс, да? Девочки, расскажите, пожалуйста, что для вас Новый год? Это праздновать в кругу семьи, получать подарки, много эмоций. Положительно. Ну, я думаю, что для каждого человека Новый год – это уникальный, какой-то особенный праздник, который мы с трепетом в душе вспоминаем. Потому что он нас возвращает прежде всего в детство. Когда мы получали новые игрушки, когда у нас был богатый стол, когда можно было покушать всякие вкусности. Мы получали подарки. А мне знаешь, что нравится, когда вот родители разрешают не спать всю ночь, а на утро холодильник полон еды. И вот ты смотришь телевизор, кушаешь такие холодные тефтельки, да? И вот мне кажется, вот именно в таких моментах и ощущается именно вот такое новогоднее чудо и счастье. Да. Девочки, а вы же написали письма Деду Морозу? Да. И что вы, если это не секрет, пожелали? Секрет, наверное. Трошку со своим именем и семейным фотом. Да. Какой-то хорошенький. Как правило, дети пишут письма, они загадывают такие желания, которые они особенно очень хотят. У нас есть Дед Мороз, который с 98-го года проживает в Великом Устюге. И со всей страны пишут дети письма ему. И ни одно письмо не остается без ответа. Как правило, дети заказывают игрушку. Но есть и такие случаи, которые заставляют и Дед Мороза, и Снегурочку, конечно, умиляться и плакать от счастья или от радости. Лена, вот расскажи самый запомнившийся момент из детства, связанный с Новым Годом. С детства. Ну, я вообще в детстве никогда не сочиняла стихи. Но именно когда я ждала Новый Год, мне вдруг в голову пришли такие стихи. И я, сочинив это, прибежала к папе или к маме, я уже не помню, рассказала этот стих. И чему они очень удивились. Я была так горда, что я сама сочинила стих. Даже вот сейчас не помню, вспомню или нет. Ну, в общем, ладно, не буду говорить, а то вдруг боюсь ошибиться. Значит, вот видите, мы на колпачок приклеили вот такой вот пуденчик. Да, и он сразу прямо стал таким праздничным. Да. Можно я посмотрю? Вот у нас, Алиса, не готова еще борода, да? Я вот сделала заготовочки. Слишком сложно просто вырезать. Бороду мы делаем из любого плюшевого, плюшевой ткани. Ильяна, вот у меня сейчас есть такая новость. Я думаю, она тебе будет интересна, как и будет интересно всем нашим телезрительницам. У меня есть просто великолепная новость. К нам завтрашнего дня, да, к нам завтра прилетает Галла Борзова. И до 23 декабря проведет свои эксклюзивные мастер-классы. Завтра, 21 декабря, состоится мастер-класс «Секреты звездной фотосессии» для модельных агентств, стилистов, дизайнеров, фотографов, блогеров и всех тех, кто хочет научиться классно фоткаться и иметь стильные фотографии. А также вас ждет встреча «Стиль инструкций по применению» для всех, кто хочет научиться выглядеть модно и стильно всегда. 22 декабря ждем всех на фэшн-вечеринку, где вы узнаете все тренды 2020 года. А 23 декабря вы сможете разобрать свой гардероб вместе с Галлой. Галла Борзова входит в пятерку самых топовых стилистов по версии «Татлер Раша». Ее клиентами являются такие звезды, как певица Валерия, Ксения Собчак, Наталья Давыдова и Глюкоза. Не пропустите! Да. Самое масштабное фэшн-событие в канун Нового года. Только с 20 по 24 декабря Галла Борзова поделится секретами своего успеха и проведет эксклюзивные мастер-классы. В финальный день вас ожидает фэшн-вечеринка «Майя Рижа». А далее, продолжая тему красоты и стиля, давайте вместе посмотрим сюжет от магазина «Женская одежда» и аксессуаров «Зарина». Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Всех волнует самый главный вопрос, в чем встретить этот праздник, чтобы затмить всех окружающих и блистать на вечеринке. Сегодня мы находимся в магазине «Зарина» и я вам покажу новую новогоднюю коллекцию. А самое главное, расскажу, как составить новогодний образ правильно, грамотно и потом интегрировать в базовый гардероб. Самый главный тренд этого года – это пайетки. Они заполнили все мировые подиумы и, конечно же, в коллекции «Зарина» их достаточно. Например, фаворит коллекции – это такое классное платье, оно инструктировано полностью пайетками. Как приручить пайетки? Конечно же, тогда не надо делать ставку на аксессуары. Добавьте минималистичные туфлики на небольшом каблучке «Кит-н-Хилл». Если возьмем обычную базовую юбку-карандаш, которая полностью инструктирована пайетками, добавляйте простой верх. Например, как здесь. Здесь заполнили черную футболку в мужском стиле, немного такой оверсайз. И получился отличный образ. Следующий интересный тренд этого года – это изделие из атласа, имитирующие шелк. Чем хороший атлас? На самом деле, настоящий натуральный шелк очень быстро мнется, а атлас держит форму. Здесь представлены три цвета. Оттенки синего, кстати, стали по версии Pantone главным цветом 2020-го. Если вы не любительница каких-то огромных пайеток и страз, то я предлагаю такие брючки, которые дополнены небольшой нитью из красиво инструктированного бисера. Оно добавит праздничности и потом, кстати, легко, опять же, можно носить в обычной жизни. Смотрите, какая отличная модель, которая странит на два размера. Расскажу почему. Это комбинезон, выполнен из страз. Подойдет для типа фигуры – груша, так называемая. Если у вас объемный низ, то нужно делать все внимание наверх. И здесь, кстати, скроена очень правильно сама ткань. Получается высокая талия, которая делает эффект длинных ног. Твоеобразный вырез вытягивает силуэт. И при этом пайетки являются трендом этого года, и вы показываете то, что вы разбираетесь в моде. Поэтому это отличное решение для нового года. Праздник праздником, но давайте не забывать про остальные 364 дня в году. Уже в магазине представлена новая коллекция, где представлены все тренды 2020 года. Это действительно яркие, базовые, а самое главное – интересные сочетания. Обратите внимание на это классное базовое платье, которое выполнено в такой красивой расцветке серый-черный. Черный с серым, кстати, это являются цвета-хроматы, которые сочетаются со всеми любыми цветами. В чем удобство этого платья? Во-первых, оно теплое, во-вторых, подойдет под любой тип фигуры. И я бы его смиксовала либо с грубыми ботинками, а в самой холодной можно носить сунтами. Это будет смотреться в нашем климате и в нашем городе абсолютно нормально. Еще одна удачная модель базового платья, которая не покидает десятилетия – это платье-рубашка. Смотрите, платье-рубашки, неважно какого цвета, оно может быть принтованное, оно может быть в ярком оттенке, но его можно носить несколько вариантов. Во-первых, я его предлагаю носить самостоятельно, с какими-нибудь высокими сапогами или с Оксфордом, с Челси, да даже с кроссовками. Или же можно его накидывать поверх футболки с джинсами, как дополнительный теплый слой. Самый главный совет, дорогие друзья, когда вы выбираете себе наряд, отталкивайтесь от личных предпочтений и будьте красивыми вместе с магазином «Зарина». А мы продолжаем делать нашу поделку вместе с Ильяной Ким. Ильяна, вот мне очень хочется тебя знать, какие у вас есть новогодние традиции в семье? Ну, во-первых, мы любим встречать Новый год всей семьей вместе, то есть там наша семья, семья, брата и родители. Как правило, мы все собираемся ближе к пяти часам и приносим все свои блюда. И совместно тоже также готовим какие-то блюда. Затем мы где-то за два часа до Нового года садимся и провожаем уходящий год. Старый год. Да, подводим итоги, говорим о том, что у нас все по плану и друг другу желаем, чтобы вот эти все наши планы сбывались и умножались. А потом, после этого, кто-то идет фильмы смотреть, кто-то идет отдыхать, кто-то идет доготавливать какие-то блюда, тортики, например. Вот. Также мы любим смотреть фильмы новогодние, это вот семьи наши любимые советские фильмы, несмотря на то, что их каждый год показывают, все равно смотришь на них с каждым годом, потому что ты мудреешь, ты взрослеешь, ты меняешься и по-другому как-то смотришь, да? Это вот «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы» или «С легким паром». Дети у меня любят смотреть фильмы «Один дома», все части. Без этого Новый год не Новый год. Также мы упаковываем подарочки, приходим мы, как правило, на Новый год с большими баулами, все это помещаем под елочку и обязательно подписываем, потому что подарочков много, чтобы никто не запутался, чтобы все знали, кому какой подарок. И после Нового года уже на следующий день уходим с еще большими пакетами, потому что... Заранее подготавливаете баулу, да, чтобы все с собой... Да, потому что подарков, которые ты получаешь от своих родных, получаются почему-то еще больше, чем ты принесла. А вот я с подружками обсуждала, спрашиваю, ну что, девчонки, что вы будете готовить на Новый год? Да, у кого какие-то, может, идеи или опять там мясной и селедка под шубой, да? И они мне говорят, знаешь, есть вот такой лайфхак, чтобы на Новый год, ну он прошел так ненапряжно, так весело, есть такой лайфхак справлять Новый год с родителем. И я вижу, Ирина, ты им пользуешься. Да, я им пользуюсь уже на протяжении. А вот вижу, наши девчонки уже почти приготовили наш конус, да? Да. Давайте, девочки, я его сейчас заклею, и мы будем сверху одевать на него кабачок. Давай, пока ты это делаешь. Девочки, давайте вот, я помню, в детстве, мне мама всегда заставляла учить стишки, да, чтобы я рассказала Деду Морозу, и он мне подарил подарок. Я знаю, что Алиса подготовила нам стишок, и она нам сегодня его расскажет. Давай. Новый год слетает с неба, и из лесу идет, и из сугроба снега к нам приходит Новый год. Он, наверное, жил снежикой на какой-нибудь звезде, или прятался пушикой у мороза в бороде. Спать залез он в холодильник, или к белочке в дупло, или старенький будильник, он забрался под стекло. Но всегда бывает чудо, на часах 12 лет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год. Молодец, умничка. Молодец, какой длинный стишок-то выучила. Девочки, а вот что вы больше всего любите на Новый год, да? У вас был утренник уже, вот расскажите, пожалуйста. У меня утренника не было. В садике не было еще? У меня 26 декабря будет. А, у тебя будет 25 декабря. У меня 26. 26, да? А в студии у Ильяны уже был утренник? К сожалению, у девочки, да, у меня был утренник, но девочки не смогли присутствовать, они участвовали в соревнованиях. А, ну, уважительная причина, да? Да. Ильяна, расскажи, пожалуйста, как прошел утренник, да? Как это вообще сейчас организовывается? Смотри, у меня вообще идеи проводить утренника не было. Но две мамочки мне написали, будет ли утренник в нашей студии рукоделки. Я подумала, почему бы и нет, почему бы, потому что у меня есть организаторные способности, они мне передались от мамы. Я решила все-таки его организовать. Но главной целью было то, чтобы девочки общались, так как они у меня не просто узнают что-то новое, делают руками, творят, но также они и знакомятся, и находятся в себе друзей, и подруг. И чтобы они весело провели время, хорошо пообщались, я решила провести для них утренник. У нас была фэшн-вечеринка. Фэшн-вечеринка? Да, у нас были мастер-классы по визажу, по прическам, у нас было дефиле, у нас была серебряная дискотека. Оказывается, это так весело, вот эти же есть бумажные, да, вот серпантин. Я никогда не пробовала заходить вот в самую вот середину, где вот этот вот весь, как говорится, да, все самое веселье, но я попробовала, зашла и получила такое удовольствие. А я вот сюда смотрю на праздники, вот дети что-то сняются, и я так думаю, ой, ой, боже, что происходит. А самое смешное то, что ты, допустим, собираешь новую горсточку, а в это время кто-то приходит, и тебе на голову. Эту горсточку и ты не ожидаешь, и очень весело. Ой, здорово. Вот так вот. Так, я вижу, у нас уже процесс во все это. Да, вот смотри, у нас будет гномик, мальчик и гномик, девочка. Да, я взявила, что вот это побольше, да. Мы берем, делаем вот такие вот косички, это у нас специальное сукно для валяния. Просто мы его растягиваем, делим на три полоски и плетем косичку, да. Теперь мы на девочку одеваем колпачок. И на этот колпачок, вот так вот, мы будем приклеивать цветочки красивые, так как у нас девочка. Так, и еще очень важный элемент, это носик. Я заметила. Нужно вырезать такой кругляшок большой. Чем больше носик, тем забавнее смотрится гномик. Ага. Мы по периметру иголочкой проходимся и наполняем его холофайбером. Вот я пока дам девочкам, чтобы они его наполнили, а возьму готовый. Ну я вижу, девочки, у тебя прям умеют так, иголку с ниткой, да, вот прямо они такие умницы. У меня даже девочки, которые вот совсем маленькие, они говорят, я все буду делать сама. Так, и главное им вот показать один раз, как вот делается потайной стежок, как на машинке шить. У меня на машинке есть специальная скорость для детей, как бы маленькая, да. А, прям такая специальная, да? Даже несмотря на то, что они сильно будут давить педаль, она все равно будет медленно-медленно шить. Это им очень нравится. Вот так вот мы помещаем наш носик. Ага. Так. Ну и закончили. Молодцы. Это будет носик для мальчика. Вот, затягиваем. Носик. Ага. И зашиваем отверстие. Здорово. Вот так, вот таким вот образом. Вот. Так, а у мальчика у нас будет красная шапочка, да? Да, у мальчика будет красная шапочка. Угу. А вот у мальчика есть тут бусинка, а у девочки не будет бусинка? Будет обязательно, да? У нас так получилось по фэн-шуи, да, что у нас пара. Ну, это очень здорово. Можно синим колпачком сделать. Да. Можно синим колпачком сделать, да. Давай синим красным колпачком. Мальчика какая-то красивая шапочка. И тоже приклеим ему носик и бороду. Смотрите. Борода. Значит, приклеиваем посередине носик. Угу. Можно по желанию... Вот глазок именно должно было вообще, да? По желанию, конечно, можно сделать глазки, но они все равно будут закрыты шапочкой. Угу. Я давно мечтала сделать таких гномиков. Да, и куда ты поставишь у себя дома? В зале, возле елочки. Они будут стоять. А также рядом с главными героями Нового года. У тебя, наверное, очень уютный дом, да? Потому что вот столько ты мастеришь руками, да? У тебя там, наверное, куча подушек. Ну, некоторые вещи у меня в студии находятся. Вот так вот. Приклеиваем нашу бороду. Ну, вот прошлые Новые годы, когда я делала поделки, различные подушки, там, что еще делала? Это все у меня дома находится. Я каждый год их достаю и вспоминаю из-за передачи. Да. Можно их, наверное, еще это, да? Так, подожди. На фотографии они бежевые, да? Да. У нас они беленькие. А можно на самом деле использовать абсолютно любые материалы. То есть, если вы хотите сделать маленьких гномиков, можно даже носочки порезать. Наполнить их, и получатся гномики. Можно использовать абсолютно любую ткань. Вот я выбрала флис, потому что он мягкий и неприхотливый. Знаете, еще элементом вот для мальчика у нас будут ручки. Они делаются тоже из флиса. Это такие маленькие варежки, тысяча шива, да? Нет, смотри. Такой эффект, да, как будто они связаны. Да. Но на самом деле это просто куплена вот такая манжетка в магазине. Я бы делала такие в магазине, да. Да. Нужно будет тоже сделать шаблон, обвести и прошить. Получаются вот такие варежки. Давай мы сейчас приклеим нашему гномику ручки. А девочке не надо. Девочке мы тоже сделаем. Так. И вторую ручку. Вот так вот. Какие они классные. Так, а для девочки, я сейчас девочкам дам цветочки, они будут ее приклеивать. Вот, Ильяна, вот ты мне рассказала про свои традиции, да? А я хочу рассказать про свои. Для меня Новый год начинается уже 31 декабря. Ну, вот в обед примерно, да? Я вот как ты тоже люблю включить старые фильмы, там вот ирония судьбы, девчата и начинать уже потихоньку готовить. Готовить. И на Новый год у нас такой главный герой, да? Это наш новогодний стол. И сейчас к нам придет девушка. Ее зовут Екатерина Шпак, которая покажет, как можно очень просто и так по-волшебному украсить свой стол. Хорошо. Да, прямо сейчас мы покажем, как можно украсить стол вот здесь. Екатерина заходит к нам в студию. Давайте я немножко здесь уберу вещи. Здравствуй. Здрасте. Да, вот наш, мы представим, что это наш новогодний стол. Ну, да. Импровизация. Импровизация. Да, и давай мы вот в этом году, да, как ты решила украсить свой стол? Ну, вот примерно так все и будет выглядеть. Так вот, сейчас я буду доставать по чуть-чуть. Ага. Так. Будет такое, попыталась я сделать что-то в скандинавском стиле. Давай мы сразу вот сюда положимся? Нет. А, у тебя будет скатерть, да? Будет скатерть сначала, да. Ух, какие у тебя красивые бокалы. Поэтому пока не ставлю. Так. А вот что для тебя самое главное в Новый год, Катерина? Это настроение, подготовка к самому празднику. Поэтому готовиться я начинаю заранее. Но, блин, как всегда я все не успеваю. Наверное, всегда. Да. Декабрь всегда, каждый год наступает у нас очень неожиданно. Неожиданно. А после десятого так вообще время летит. Просто невероятно. Так. Ну вот я знаю, что ты очень внимательно относишься к декору, да? Да. И какие ты цвета решила использовать в этом году? Вообще стараюсь сделать все такое монохромно-черно-серо-белое. Потому что у нас год металлической крысы, да? Ну, да. Отчасти, отчасти что-то меня переклинило немножечко на этой цветовой гамме. Ну, покажу сейчас вариант такой. Вот у нас есть скатерть. Да, скатерть. Столовая дорожка у нас есть. Так. Сначала мы с вами сделаем центральную композицию, да? Так. Мы кладем такую вот еловую веточку. Да, она у меня искусственная. Ее я обмотала гирляндой. Такие гирлянды на проволочке очень красиво смотрятся. Обмотала очень классно. Также я сделала вот такую композицию. Вот ее предлагаю поставить как бы во главе стола у нас. И заодно вот хвостик некрасивый спрятать нужно. Вот. Также можно композицию обвить гирляндой. И все это будет так светиться очень красиво, да? И это все очень вкусно пахнет. Да. Праздникам. Так. Мы будем с мужем ужинать вдвоем. Поэтому у нас две тарелочки. Вот. И тут я приготовила два варианта. То есть можно сделать сервировку с одинаковыми тарелками. Но еще очень круто будет смотреться. Абсолютно разная посуда. А вот эту посуду, да, тебе нравится заказывать где-то в интернет-магазинах? Или здесь ты это все находишь? Что-то заказываю, что-то нахожу здесь. В общем, от случая к случаю. Да, вот бокальчики. Шампанское же обязательно все на Новый год пьет. Вот. Так. И тут что у меня еще есть? Подсвечники. Потому что без свечей, конечно же, никуда. Так. У меня разные подсвечники. Вообще будет круто смотреться, если свечи разной высоты. А вот расскажи, как ты любишь справлять Новый год? Что для тебя самое главное в эту ночь? Мы обычно справляем Новый год. Ой, прошу прощения, вдвоем с мужем. Ага. Как-то мы пришли к такому выводу. Обычно, если кому-нибудь придешь, обидится тот, кому ты не пришел. Ага. Вот. Поэтому мы отмечаем вдвоем, а уже потом идем поздравлять всех, родственников, знакомых. Чтобы никому не было обидно, чтобы кого-то мы обделили своим вниманием. Так что мы обычно в семейном кругу. Наш семейный круг – это я, муж и кошка. Вот. Ну и, конечно же, на новогодний стол. Да, вот. По советской традиции – мандарины. Мандарины. Да, вот мне кажется, допустим, если вы справляете Новый год вдвоем, да, или у вас маленькая семья, то можно даже вот такой маленький стол поставить под елочку. Да. Да, и в такой романтичной, волшебной атмосфере встретить этот праздник. Да, ну, примерно так и делаем. Да, почему бы и нет. Телевизор. Конечно же. А, ты и шишки еще подготовила, да? Это еще не все. Сейчас все будет потихоньку наполняться у нас. Вот. Так, вот смотрите, так как у нас белые тарелочки, да, я кладу черную салфеточку, сверху беленькую, вот, чтобы контрастировала так вот и подходила к нашей скатерти. Скажем нашим. Видите, что вот смотрите, у нас есть такая темная, да, салфетка, есть белая. И смотрите, то, что вот у нас тут такая тема идет с веточками елыми, да, у нас с салфетки, это тоже вот так вот красиво, как-то гармонично все выглядит. Да, ну, тем я попыталась создать домик лесника, такую немножечко грубую, но все равно вот девочка, понимаете, вот снежиночки блестящие, вот все равно они как-то попадают. Вот, а на темную тарелочку я вот светленькую салфеточку кладу, да, ну и, конечно, все шишечками наполняем. А шишечки ты собирала еще, наверное, летом, да? Нет, вы знаете, мы гуляли в парке, и там девочки прыгали, и, видимо, они насорили шишками. Хорошо, а главные вот тренды дизайна, да, мы узнаем от Екатерины после рекламы. Оставайтесь. Здравствуйте, дорогие зрители, с вами передача «Город женщин». 31 декабря на телеканалах Национальной вещательной компании Саха вас ждет традиционный праздничный эфир. Подарим новогоднее настроение и приятные подарки. Приобретая магнит Харасхал с пожеланиями счастья, благополучия, здоровья в подарок на Новый год для своих родных и близких, вы становитесь участником акции «Новогодний подарок» и получаете шанс стать обладателем ценных призов. Приобрести магниты вы можете до 31 декабря по адресу НВК Саха, улица Аженкидзе, 48, первый этаж. А далее я предлагаю нам посмотреть интереснейший сюжет. Добрый день. Сегодня мы поговорим о ботоксе. Что это такое, куда его колят, показания и противопоказания. Ботокс – это процедура введения ботулотоксина в мимическую мышцу целью ограничения ее подвижности. Подвижность мы полностью не исключаем. Все-таки немножко подвижность у нас остается. Очень многие говорят, что ботокс колят в губы, но это не так. Ботокс в губы не колят, потому что ботокс, он исключает подвижность. Если мы поколем его в губы, мы не будем ни кушать, ни открывать рот, у нас уголки опустятся. Но это вообще исключено. Ботокс не вреден, если его поставить правильно. Если его ставит врач с опытом, лицензией, с дипломом. Потому что сейчас с развитием соцсетей многие выставляют красивые фотки в своих страницах с результатами до и после. И клиенты уже водятся на эти фотографии, начинают ходить по домам к неспециалистам, у которых нет образования. Даже многие бьюти-мастера, которые делают перманент, которые делают макияж, начинают колоть. Это вообще неправильно, это вредно для здоровья, это же ваше лицо, нельзя колоть процедуры на дому. Ботокс сперва разработали для лечения ДЦП у детей, так что его колят и в лечебных целях. Например, помощь к ортодонтам можно колоть на нижнюю часть лица, для того, чтобы ослабить жевательную мышцу. И тогда, когда мы расслабляем мышцы, нижняя челюсть начинает расти. Колят его при гипергидрозе, это когда человек сильно потеет под мышечную область, на ступни, на ладони, на грудь, на спину можно его поколоть. Колят его при мигрине, для исключения головных болей. Колят его в икроножную мышцу, чтобы снять спазм. Колят его в жевательные мышцы, чтобы исключить ночной храп. Когда люди ночью скрипят с зубами, мы расслабляем жевательную мышцу и таким образом создаем комфортные условия. Ботокс колят на верхнюю часть лица, для исключения морщин лба, переносицы. Колят его в гусиные лапки и на шею, чтобы убрать стежи на шее. Так что вы теперь знаете, что ботокс – это процедура введения ботулотоксина. Его колят и в лечебных целях, и в косметологических целях. Его нужно ставить у сертифицированных специалистов, у которых есть диплом, лицензия, у которых заполняется медицинская карта, договор медицинского обслуживания. И выдаются чеки, потому что, возможно, осложнение. Доверьте свою красоту, свое здоровье только профессионалам. А тем временем наши новогодние скандинавские гномики уже готовы. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Ильяна, расскажи, пожалуйста. Ну, мы приклеили нашу шапочку, на нее сделали тоже украшения, вот такие виды таких ягодок. Для девочки мы тоже сделали губенчик. Все это приклеили на клей-пистолет. Ну, прямо чудесная вещь, по-моему, да, я вот это смотрела, как-то ловко все так. А то я привыкла так иголочкой снится, как все пришивать. У тебя получилось очень красиво. И вот я вижу то, что колпачок вот так вот обрамили бусинками, да? Нет, это такая тесьма. У нее помпончики вот так вот. А, помпончики, классно, классно, смотрите. Таких гномиков можно сделать абсолютно любых размеров. Начиная от маленьких до самых больших. Так что я думаю, что все справятся. Да, можно, наверное, прямо себя ростом сделать, да? Здорово. Ну вот, давайте, пользуясь случаем, Ильяна, пожелай, пожалуйста, нашим телезрителям на Новый год что-нибудь хорошее. Ну, дорогие телезрители, я желаю вам, чтобы вы встречали Новый год с легкой душой и сердцем. Чтобы все обиды вы оставили в выходящем году. Чтобы вы дарили близким праздник хоть раз в году, ведь они этого заслуживают. Чтобы за вашим столом были все члены вашей семьи, ведь это незаменимо. Чтобы вы говорили вашим родным и близким главные слова любви. И чтобы в глазах ваших деток всегда было счастье, улыбки и радость. Потому что это не купишь ни за какие деньги. И чтобы вы были щедры на слова и на поступки, и это принесет вам удачи в Новом году. Большое спасибо. А вы, девочки, что бы хотели пожелать нашим телезрителям? Счастья, здоровья. Школьникам, чтобы они учились на одной пятерке. Да. Какое хорошее пожелание, да? Алиса у нас будущая школьница. Да, классно. Какой у тебя будет 2020 год таким важным для тебя, да? Большое спасибо, девочки. Вы прямо вот зарядили меня новогодним настроением. Я желаю вам в Новом году счастья, здоровья, благополучия. Большое спасибо, что вы сегодня были у меня в гостях. А сейчас мы продолжим тему новогоднего декора вместе с нашей гостьей Екатериной. Да, там уже вам показали часть. Сейчас я вам покажу, как еще можно салфеточки красиво сделать. В принципе, все достаточно из таких подручных материалов. То есть салфеточки подбираете согласно декору, вашему настроению. Вот у меня такие с шишечками. Помним, домик лесника. И бечевка продается везде, по-моему. В хозяйстве вообще необходимая вещь. И просто гармошечкой складываем. И завязываем. И вот так вот просто и оригинально можно оформить даже салфетки. Да, да. Вместо салфетниц, если нет салфетниц, то, мне кажется, бечевка смотрится очень классно. Экологично, стильно. Тем более сейчас все такое экологичное. Скандинавское, да. Бечевка, она, кстати, продается во всех магазинах, где констовары продаются. И там ее будет очень много. Она и разных цветов бывает, то есть можно подобрать. Да, я вот еще в последние годы покупаю просто обычную крафтовую бумагу. Оборачиваю подарок. И именно вот этой бечевкой, потому что ее очень много, да, они вот эти вот цветные ленточки. Я просто беру вот тоже. Да, можно дополнить еловыми веточками, шишечками упаковку. Вообще будет классно смотреться в одном стиле. Вот еще я приготовила такую гирлянду. Такая гирлянда. У меня на ней написано «Крисмос». Ну, конечно, можно написать все, что угодно. Да, и вот тут тоже у нас использована бечевка. Я вижу, ты вырезала... Да, буковки просто на принтере распечатала, вырезала, и вот флажки из бумаги. Вот такой простой, интересный декор можно сделать. Да, и тоже это вот чудо. Клей-пистолет. Да, необходимая вещь. Вот. И так. Я предлагаю за счет подсечников... А, и чтобы это вот все держало, да? Угу. Так, с одной стороны. Угу. Сейчас делаем с другой стороны. Угу. Ну, конечно, можно в любое место повесить. На штору, например, или если есть камин. Если есть камин, то это вообще прекрасно. Ой. Так, ну, конечно, приборы обязательно. Да, приборы у нас должны быть всегда с правой стороны. А, вилка с левой стороны. А, вилка с левой стороны у нас должна быть. Да, а нож с правой стороны. Ага, так. Да. И еще я предлагаю дополнить. Можно пряничками или какими-то приятными подарками, сюрпризами, открыточкой, например. Ага. Вот на тарелочке так аккуратно, красиво это все будет смотреться, ну и приятно. Еще можно имена написать, именные карточки, если гостей имена у вас. Кстати, да, если у вас большой стол, да, много гостей, и вы хотите, вот бывает, чтобы кто-то сел рядом с кем-то. Да, рассадку. Можно, кстати, вот на этих пряничках не просто там бумажечку делать, да, а именно с именами. Мне кажется, это будет очень так мило, и потом вот ваши гости могут эти прянички забрать с собой. Да, да, совершенно верно. Как новогодний подарок. Да, здорово будет. Вот. Ну, в общем, такая достаточно стильная, но при этом лаконичная, не броская. Я думаю, что запоминающая сервировка у нас получилась. А вот как ты относишься к правилам, да, вот говорят же, типа, если бокалы высокие, то свечи должны быть именно какого-то размера. Вот у тебя есть такие вот, ну, как у декоратора, какие-то такие вот закономерности? Ну, я больше на ощущениях все делаю каких-то. Вот я туда поставила, не поставила. Я вот только в этом году узнала, что есть схемы, как наряжать елку, представляете? Поделись, самое простое. Я вот елку в течение поставила. Самое простое, это вот, когда мы циклично развешиваем, допустим, золотые-золотые, белые-белые. Друг за дружбой надо, да? Ну, вот как бы по... как это назвать? Ну, так, чтобы... Циклично, да, в общем, как проволочка. Вот. Ну, потом можно в шахматном порядке их распределять. Ну, там много, на самом деле, схем, я посмотрела. Я еще елку не наряжала. А вот у нас, у нас, у нас, у нас, как интересно, украшена елочка. Я думаю, что это такое хаотичное. Но это, кстати, тоже классно, потому что я обычно всегда именно так и наряжала. Я только в этом году уже узнала о том, что есть какие-то схемы. Причем это мне скинула подружка-декоратор. Вот, она мне говорит, прикинь, есть схемы. Я говорю, да ты че? Вот так. Здорово. Так что век живи, век учи. Всегда можно что-то найти интересное. Да, и вот раньше вот такие композиции мне казались чем-то таким сложным. Да, но в прошлом году я сходила на мастер-класс, как их сделать. И это оказалось очень просто. Давай, может, вот это ты сделала сама? Да, это я сделала сама, купила в магазине веточки Нобели. Они сейчас продаются практически во всех цветочных магазинах. Значит, мы вставляем, вот у меня кашпо металлическое. Ну, мне кажется, она так сильно прям смотрится, прям подходит, да? Да, да. Вот, прежде чем вставлять губки, есть такие специальные, флористические, нужно кашпо защитить от воды. То есть мы либо пленкой, либо пакетом сначала устилаем дно, чтобы у нас ничего не протекло, не пролилось. Потом внутрь вставляем губку, подрезаем по размеру. Вот, ну, ветки обычно продаются целые, большие, да? И мы их режем. Подрезаем, то есть с помощью секатора, либо каких-то мощных ножниц. В общем, делаем. Вот они, вот они, эти веточки. Они тут склеились. Сейчас, секундочку. Ну, вот прямо очень, мне кажется, то, что такая веточка стоит, она очень вкусно пахнет. Да, запах отдает потрясающий. И вот нам нужно очистить от иголочек нижний край. Можно даже не заострять, замечательно входит все в губку. Вот, забыла заметить, что губку прежде нужно отмочить, чтобы она впитала воду, да. И уже после этого мы вот эти коротенькие веточки просто вставляем в нашу губку флористическую. Да. Большое спасибо, Екатерина, за твои советы. Обязательно ими воспользуйтесь. Мне вот особенно понравились вот салфеточки. Желаю тебе в Новом году счастья, благополучия, здоровья. И пусть все, что ты загадаешь под елочкой в новогоднюю ночь, у тебя сбудется. Дорогие телезрители, а сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. В первом блоке я рассказала вам то, что мастер-классы Галлы Борзовой переносятся... Они должны были начаться сегодня, но они начнутся завтрашнего дня. К сожалению, по погодным условиям ее рейс был задержан. Но вы не беспокойтесь, все ее мастер-классы состоятся чуть в сжатые сроки, но вовремя. И сейчас я предлагаю посмотреть нам сюжет, где наши горожане делились тем, как они проводят свои новогодние вечера. Семьей, дома, в теплой, уютной обстановке. Самое хорошее – это с родными посидеть, вместе отпраздновать. А что касается, где каникулы проводить, так это уже возможно с друзьями. Сидеть, с ребятами на гитаре поиграть, с одногруппниками, с однокурсниками. С родными, дома. Потому что в студенчестве ты очень скучаешь за ними, чтобы именно в новогоднюю ночь провести с родными, близкими. Близкими, родственниками. И встречи одноклассников надо провести на Новый год как-нибудь. Давно не встречались. По традиции мы именно в 12 отмечаем дома, потом уже до утра, можно сказать, мы уже начинаем гостить. Собираемся все вместе и сидим все эти дни вместе, смотрим телевизор и кушаем. В кругу семьи самые теплые, самые теплые, незабываемые воспоминания детства. Это когда всегда вся семья дома. Вкусный пирог, семейные традиции печь пироги, праздничные, рождественские вместе с детьми. А сейчас мы вместе с вами приготовим самый зимний напиток. И нам в этом поможет наша Люция Ноева. Люция, здравствуй. Здравствуйте, Светлана. С наступающим тебя. Тебя тоже. Что мы будем сегодня готовить? Мы решили сегодня готовить глинтвейн, но безалкогольный, так как сейчас утро. На самом деле глинтвейн, конечно, готовится на красном вине. Глинтвейн с немецкого означает теплое вино. То есть, чтобы согреться в холода, раньше готовили вино, подогревали, добавляли туда приправ и сахар. Получался очень вкусный напиток. Теперь он самый популярный напиток зимы, можно сказать. Поэтому вместо вина я взяла виноградный сок. Ну, как у нас плитки нет, мы просто пока покажем. Так, смотрите, вообще глинтвейн, он готовит, это горячий согревающий напиток, как раз вот сейчас, особенно вчера. Это вот прямо актуально, да? Мы его согреваем, да? Такие вот правила есть при нагреве. Он у нас должен кипятиться. Нет, он не должен доходить до кипения, он должен нагреться до 70 градусов в идеале. Мы наливаем сок в кастрюльку. В кастрюльку. Наливаем сок в кастрюльку. А вот как рассчитать правильно? Вот, допустим, если я только себе делаю, да, если я хочу посидеть на диване с книжкой из глинтвейна, или у меня много людей, это вот просто на глаз все делать, да? Или есть какие-то пропорции? Если делается, например, на вине, это, естественно, на целое вино берешь. Например, ну, не очень дорогое такое, красное, не очень крепкое вино. Все наливаешь, например, ну, в кастрюльку, и там есть, например, вот у меня гвоздика. Да, давай покажем прямо. Гвоздика, да? Гвоздикки у... Продается тоже в каждом магазине. Откуда берешь 5 штучек? Да, вот есть гвоздика, которая вот такая, и есть порошок. Нам нужна вот именно... Ну, для красоты. Для красоты, да. Ты сказала, нам нужно 5 штучек. 5 штучек гвоздики. Потом нам нужен душистый перец. Душистый перец. Тоже 5-6 штучек. Ну, мы прямо туда... Вот, ну, давайте представим, что у нас здесь плита. Да, все это у нас здесь кипятится. И вот как... Нагревается. Какой момент нужно добавить? Оно начинает булькать? Нет. А, оно не должно булькать. Оно не должно булькать. Оно должно нагреться. Оно должно просто нагреться. Так, и смотрите, вот наша посуда нагрелась. Да, и мы прямо бросаем туда 5 приправ наших. Это на одно вино. На одно целое вино. Да, или на литр сока. Или на литр сока, да. Потом мы бросаем туда... Как зелье готовим? Да, зелье. Это зелье. Зелье. Секрет, как провести шикарные новогодние праздники. Особенно бывает приятно такое пить, когда собралась с подружками, да, там, беседы душевные. Да, мне кажется, вот прямо вот это даже процесс, да. Процесс, да. Говорят, когда все вовлечены, да, именно создаётся вот эта атмосфера. Да, да, атмосферная. Очень атмосферный напиток. Значит, 5 штучек. Это у нас перец. Перец. Обычно даже в магазине душистый, по-моему, да? Да, душистый перец. Вот так он, кстати, выглядит. Он должен быть не этим, не порошком. Прямо как приправа, да? Не порошком. Потом нам нужна обязательно корица. Корица? Она такая ароматная. И она ещё же... Где ты такую корицу? Ух ты, скажу. Как здорово. Есть в магазинах, продаётся? Очень вкусно. Тоже на литр жидкости нашей нам нужна одна такая... Одна-две. Одна-две. Это у нас корица палочками. Да, корица палочками. Всё. Тоже в наше зелье. Зелье, да, положили. Потом нам нужен обязательно мускатный орех. Он должен быть дроблёный, молотый, в общем. Ага. Он же порошком. За порошком. Сколько нам добавить? Там его добавляется где-то половина чайной ложки. Я забыла чайную ложку. Ну, давай мы сделаем так вот так вот красиво. Давай сделаем красиво. Ага. Вот я вообще, когда готовлю, я всегда делаю чудный глаз. Да. И вот это получается у меня гораздо вкуснее, чем ты там прямо стояла. Вот так вот так сделать надо. Да. Потом берётся у нас имбирь. Имбирь. Опять имбирь. А, это была корица. Это имбирь. Да, я путаю. Имбирь тоже, половина чайной ложки. А вот смотри, а вот продаётся же у овощников вот это вот корень такой свежий, который вкусно чай пить. Такой сюда не пойдёт? Наверное, пойдёт. Да. Просто слишком много будет уже всяких трав. А, да. У нас будет не напиток, а суп. Да, суп будет. Как том-ям, да? Том-ям, точно. Не забудьте за креветок покидать, да? Вы сами выбирайте, как будете подавать. Потом у нас есть ещё... Что это? Забыла. Мне уже страшно, что это. И это всё пить? Да, это у нас апельсиновая... Как она называется? Да, вот это вот. Ну, вот это вот, кожура. Кожура. Цедра, да. Да, да, цедра, вот, вспомнила. Цедра. Цедра апельсина или лимона, она тоже продаётся. Да, а ещё она вот её вертёс свежий есть. Это тоже нужно? Нужно. Ага. Так, и вот уже где-то столовая ложка. И потом мы должны положить половину маленького апельсина. Половину апельсина. Ну, естественно, нарезанную. Да, нарезанную. Это уже для красоты. В общем, вот эти цедра уже даст аромат вину. И вот это ещё дополнит. А мы знаешь, что ещё добавляем? Мы ещё добавляем туда яблоки. Да. Яблоки добавляются, кстати, по классическому рецепту в белое вино. Оно подходит к нему по вкусу больше. Интересно. А к красному вину подходит апельсин. Вот оно как. Ну, когда вот эти дольки апельсина, они же такие красивые, да? И представляешь, вот это вот всё лежит у тебя, да, в стакане, в бокале. Это же так красиво. Мы же женщины любим глазами всё, чтобы было красиво. Вот наверняка вот в сюжете наши горжане говорили, что надо встретиться с одноклассниками, да, с подружками. Да, да, да. Очень много у нас встреч. Как раз для таких дружеских встреч, да, вы собираетесь все дома, начинаете готовить и вспоминать былые времена. Ладно, счастливые моменты. Да, хорошо. Ну, вот такая вкусняшка у нас получается. Вот это у нас, и сколько это мы варим? Или мы его просто нагрели и выключили? Мы не варим его. Мы его нагреваем до 70 градусов. Ну вот, а потом мы поддерживаем его или уже всё? Мы его выключаем, закрываем крышечкой, оставляем на 15 минут, чтобы вот эта приправа дала свои ароматы в вино. И всё, потом тёпленький мёжи пьём. А я знаешь, что сделала? Сейчас я тебе похвастаюсь. Давай, похвастаюсь. Что же такое ты сделала? Я в этом году... И вообще под Новый год у меня просыпается творческая часть меня, да. И обязательно мне надо что-то руками делать под Новый год. Это касается дома. Начинаю там активно что-то хендмейт, там, украшать. Вот это всё, да. Именно под Новый год у меня вот это всё просыпается. И, например, подарки я тоже люблю какие-то, ну, маленькие, да, ручной работы дарить. А так как у нас встречи под Новый год и после Нового года очень много, я решила в этом году сделать вот такие штучки. А, смотрите, лайфхак. Лайфхак. Да, вы можете, вот когда приходите, очень много людей. Да, очень много людей. И всем же нужно как-то, ну, памятный подарочек, да. Подарочки, да, там, в знаке внимания. И вот то, что мы насыпали туда, ты добавишь всё вот сюда. Да. Здорово. Мне кажется, это очень-очень приятивно. Смотри, как красиво. А, и выглядит уже вот так, да? Ух ты. Я ещё сушила апельсин. Знаешь, как сушить апельсин? В духовке. В духовке ставишь на конвектор, когда вот воздухом дует, да, горячим. Ставишь на 150 градусов в духовку, приоткрываешь, чтобы пар выходил от нашего, ну, испарялся, да. Вот смотри, какой прогресс, да, вот. Раньше мы разводили там юпи, инвай, да, а сейчас вот на борту глинтвейна у нас. Да, да. Всё красиво. Классно. Так что все мои друзья не останутся без подарка. Вот повезло. Да. Да, надо с тобой сдержать. Хорошо. Вот такие маленькие подарочки, да. А, и смотрите, из-за вот состав, да, и можно, наверное, ещё как... У меня тут ещё рецепт есть. А, у тебя там ещё рецепт. Видишь, я ещё распечатала рецепт. А, смотрите, вот. Смотрите, как классно, да, то есть вот это ты упаковала отдельно, это у нас пойдёт, и к нему идёт вот так. Да, и вот это всё упакуется, и вот так вот всё накроется, и... Да, и мне кажется, вообще, друзья, они будут просто в восторге от такого, да. Классно. Давай посмотрим, как это смотрится в бокале. Давай. Попробуем. Главное, как его туда перелить, чтобы у нас и корица туда попала. Подожди, вот. Ножечко. Давай-ка вот так, ага, и наша палочка корицы. Ага, а как вот его, ну вот столько, наверное, красиво, да? Да, вот так, да, вот так красиво. Вот. Смотрите, как красиво, да? Угу. И вот это всё, вот эта приправа, когда нагреется, она спустится вниз, даст ароматы, и она будет очень вкусно пахнуть. Уже вкусно пахнет. Уже вкусно пахнет. Уже вкусно пахнет. Хочется попробовать, да? Угу. Ну, здорово. Вот так вот. Классно. И где ты вот научилась такое вот делать? Ну, вот в этом году школьная ярмарка «Двигатель прогресса». Кстати, секрет, лайфхак, даже мы с Люци всегда встречаемся на школьных ярмарках. У нас дети в одну школу ходят, поэтому, да, частенько там встречаемся. Здорово, здорово. Кстати, мамочки, смотрите, лайфхак на осеннюю ярмарку. Запоминайте. На осеннюю не так актуально будет. Да, ну, новогодние, рождественские, как у нас вот недавно было. Да, вот я лежала такая, страдала, думала, что бы же приготовить. Как раз я только прилетела за день почти до этого, и срочно надо было, да, что-то. Ну что, дорогие телезрители, мы сегодня поделились и декором, и новогодними подделками, и даже подарками, которые вы можете сделать своими руками для своих друзей. С наступающим вас. Всего хорошего. С вами была передача «Город женщин» и я, Сарглана Амосова.